Приветствую вас на моем канале разборов, обзоров, анонсов телепередач, кино, сериалов. И сегодня я хочу с вами познакомиться и рассказать, почему я все это делаю. Шоу тайм, дорогие мои! Шоу тайм! Когда я была маленькой, когда мне было где-то годика 4, я хотела быть балериной. Потому что у меня была такая красивая книжечка, где девочка примеряла разные профессии. И самой красивой она была одета в костюме балерины, в этой пачке пуантов. Но немножко постарше, где-то лет в 10 я решила, что я хочу снимать мультики, потому что мне очень нравились мультики. Я придумывала разные сюжеты, объединяла разные мультфильмы в своей голове. И планировала, что все это буду снимать, когда вырасту. В старших классах я уже хотела со всей души быть кинорежиссером. Но в моем маленьком городке такому не учат. Денег на переезд у меня не было. И я поступила, куда поступила. Мне нравилась психология. У меня психолого-педагогическое образование. Иногда я публикую психологические видео на этом канале. Я понимала, что фильм стоит на трех китах. Первый кит – это фундамент, это сценарий. Второй кит – это операторская работа. И третий кит – это актерство. Как говорил Джеймс Камеран, режиссер должен уметь все. И я стала всему этому учиться. Начну с литературы. Я пошла на все литературные студии, которые только могла встретить. Стала писать. Стала печататься в разных сборниках. У меня уже даже есть своя книга, называется «Маленькие истории». Я стала выигрывать в разных литературных конкурсах. И стала членом Союза писателей Украины. Это моя гордость. Я была совсем молодой. Дальше операторство. Оно начинается с фотографии. Я закончила курсы фотографии. Стала снимать свадьбы и фото, и видео. Немного, скажу правду, это было в далекой молодости. А также поступила и закончила Каневское училище культуры по специальности кино-фото-видеодело. Даже вела кинокружок для деток. Вела и литературный кружок, и актерское искусство. Еще в школе я ходила в разные театральные кружки. Продолжила я свое развитие как актера в университете. У нас был такой литературный театр. А потом я соединила актерство и психологию и пошла на такое направление психотерапии учиться. Психодрама. Это метод психотерапии, который решает человеческие проблемы актерской игрой. Мы проигрываем ситуации и разбираем их с разных сторон. И после этого моя актерская игра вышла на новый уровень. Я стала ходить на разные кастинги, на съемки разных фильмов, сериалов, телепередач. Стала изучать сферу изнутри. Занималась таким профессиональным шпионажем. У меня есть даже на канале видео о том, как я ходила на эти все телепередачи. Это миловидная белокурая девушка с очаровательной улыбкой. Закончила курсы телеведущих от 1 плюс 1, просто потому, что мне это интересно. Это я бью в одну и ту же точку, в режиссуру. Я с разных сторон хочу добиться своей цели, снимать кино. Добрый день, шановные телеглядачи. Это рубрика. Восхидные танцы на телеканале Ро. Я универсальная особистость. И даже то, что я занималась танцами, реализовывала свою детскую мечту стать балериной, то это тоже неспроста. Это тоже для того, чтобы стать режиссером. И вы скажете, ну как это может быть связано? Танцы и режиссура очень. Во-первых, постановка танцев – это та же режиссура. Во-вторых, умение руководить. Умение вести за собой – это тоже режиссура. Я это умение развивала. Я была руководителем студии. Кстати, она до сих пор действует. Просто не так активно, но мы танцуем. Я долгое время снимала видеопоэзию. Это еще в студенческие годы. Соединяла литературу и кино. Я сняла свой первый короткометражный фильм «Тапочки», который даже побеждал на кинофестивалях, даже гран-при занимал. Для меня это было очень круто. Это как раз выпускной фильм моего училища. Но потом я долгое время не издавалась литературно, почти ничего не снимала. И у меня был такой период, что я потеряла надежду. Я думала, я была уверена, что я не талантливая, что с меня ничего не получится, потому что шли годы, а у меня действительно мало чего получалось. У меня были заслуги пятилетней давности, фильм, издания. А на тот период у меня вообще ничего не было. Но я работала над своим литературным произведением, потому что это нужно было мне. Как гласит поговорка, если это нужно хотя бы одному человеку, это стоит делать. Этот один человек – это я. Я отправила свою пьесу на самый престижный литературный конкурс моей страны. Коронация слова. И я там заняла аж две награды. Я тогда просто плакала, потому что это доказательство, что я талантливая, что мое произведение что-то значит. Я хочу продолжать, продолжать идти к своей цели, стать режиссером, снять это произведение. Сейчас я прохожу курсы второго режиссера от киностудии Star Media. Но эти курсы маленькие, короткие, ознакомительные. Я снимаю обзоры на YouTube не просто так. Я изучаю материал, потому что я хочу реализовать свою мечту все-таки стать кинорежиссером. Для этого мне нужно образование. Я уже не мечтаю закончить второе высшее, потому что это очень дорого. Но хотя бы годовые курсы при киностудии, я была бы очень счастлива. Поэтому прошу вас, распространяйте мое видео, ставьте лайки, комментируйте, потому что это не просто потешит мое самолюбие, а поможет реализовать мечту. И, конечно же, если у вас будет такая возможность помочь мне финансово, потому что на эти курсы надо очень много денег, номер карточки внизу. Спасибо, что познакомились со мной, что досмотрели видео до конца. Напишите мне, кто вы, кто меня смотрит, как вас зовут, мне тоже о вас интересно.